Привет, друзья! Перед нами 1944 год. Год наших крестовых походов. И 43-я миссия Войны пустыни. Что же нас ожидает? Ожидает нас целых 7 крыс. Ну что же. Что-то нужно будет делать с этими крысами однозначно. Они нас будут пытаться числом задавить. Это строение нужно разместить рядом со складом. А мы будем их качеством давить. Нам необходимы конные армии. При наличии достаточного количества конных армий противник нам ничего не сможет сделать. Беспомощный ребенок будет наш крыс. Так. А может не нужны нам конные армии. Будем пытаться так давить врага. Бараками дешевыми. Дешевыми нашими юнитами. Так. У нас нет рынка. Это хорошо. Хорошо, что у нас в уране не было. Нет места вооружения. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Такие будут указания. Ждем ваших приказов. Ну, друзья. Мы идем. Мы уже в пути. Послание от крыс. Не надо паниковать. Крысик, успокойся. Так что у нас еще инженеры есть. Прекрасно. Можете рассчитывать нас. Побираем обслугу. Идем ваших приказов. Куда пойдем? Ну что ж. От одного врага мы фактически избавляемся. Теперь второй враг у нас. Еще одна крыса. Да. Хорошее название, конечно, крыса. Как раз соответствует имиджу нашего врага. Еще два десятка юнита на немало. Избавляемся от очередного нашего противника. Так, шестнадцать. Это хорошо. Да, ваша милость. Но еще парочку нам не помешает. Мой лук. К вашим услугам. Побираем обслугу. Идем вашим приказов. Не хватает реку, то все. Милорд. Это хорошо. Также у нас есть третий противник. И опять-таки нам нужна третья вышка для его усмирения. Да. Весело это все. Где мы потом, правда, будем брать деньги на развитие нашей экономики. Это вопрос еще остается открытый. Но мы его закроем рано или поздно. Не хватает рекрутов, сэр. Какие будут послания открыты? Наша экономика в любом случае выживет и будет в достатке. Так, десять тысяч у нашего противника. И сразу же мы перебиваем его силы. Ждем ваших приказов. Смотр ли это? Так, а почему бы конная армия просто не обезвредить противника и не забрать его деньги вовремя? Хороший вариант вышел бы. Уже идем. Лучники готовы. Не хватает рекрутов, сэр. Ну, буквально, это два десятка конных юнитов потребуются, а не более. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Так, ну, тут будет даже 18. Давайте снесем уже противника. Ну, вот я думаю, если мы сумеем сразу хотя бы двоих из трех противников вынести, нам будет гораздо легче. В разы просто будет легче. Ух ты, какой подарок судьбы. Вражеский лорд решил пойти в атаку, и мы его сейчас накроем. Да, не часто такое везение бывает. Вот целый крыс, у него там 9 тысяч золотых, и все будет нашим. Шикарно, шикарная победа будет. Так, и забегаем. Сразу же уничтожим второго соперника, пока тот не успел оклематься. И вот он наш дорогой лорд, лорд-мертвец. Ну, великолепно. 2 тысячи золотых сразу мы получаем наш караман. Так, еще один соперник у нас есть. Лучники готовы. Мы уже в пути. Ну, его тоже сейчас быстренько добьем. Ну что ж, можно увеличивать скорость игры несколько. Также необходимо построить какой-нибудь бизнес. А бизнес мы уже привыкли строить на наших хлебах. Так что построим небольшое количество пекарень. Дерево у нас, конечно, не густо. Ну, вот двух врагов практически уже и нет. Не нужно развиваться длительное время. Противостоять экономиками. Изначально 10 тысяч более чем достаточно для того, чтобы снести нашего противника дорогого, запугать его, и лишить возможности на благополучное развитие. Так, вот наши враги. Вот какие они. Послание от крысы. Так, ну что ж, необходим еще один отряд. Конных лучников. Нас начинают атаковать другие наши игроки. Нам нужно обороняться. У нас на противоположном стороне, не нужно забывать, еще есть несколько врагов. Скажем, даже так, основные силы врагов сосредоточены именно в тех местах. Послание от крысы. Это мир. Отшел суба. Я, я тебя уничтожу. Послание от крысы. Это мир. Отшел суба. Я, я тебя уничтожу. Так, хорошо враги, давайте откроем проход. Так, что у нас тут есть. У врага есть небольшие силы. Можно будет сразу перейти на уничтожение оставшихся врагов. Сил у них здесь немного остается. Достаточно будет небольших конных армий. И все. Капут. Полный капут. Без шанса на победу. Прекрасно. Какая прекрасная новость. Так, и снова мы уничтожаем врага и создаем новую славную армию. Не хватает рекрутов, сэр. Какие будут указания? Поставим. Так, сколько нам дают, тут 1100 фунтов. Ну, это прекрасно, конечно. 1100 фунтов это гораздо лучше, чем вообще ничего. Ребята, давайте, настигайте. Настигайте меня быстрее. А то я усну от скуки. Ну, как-то до банального неинтересно даже. Враг просто гибнет от наших стрел. Им ничего не способен предпринять. Минимальные потери это все, что он может нам дать. Так, молодцы, ребята. Мне очень страшно. Я никогда так еще не боялся. Крыса, как обычно, в своем репертуаре. Один из самых умалишенных противников в этой игре. Наш крыс, дорогой. Она не что-ли, чем барак. Возможность создавать новых юнитов. Так, все, скорость игры должна возрасти. Пусть даже до максимума. Что нам терять? Так, единственное что, так это нужно будет докупать нам зерно в необходимых объемах. Так, ну вот, можно постепенно разрушать стену и уничтожать врага и окончательно. Так, ребятишки, давайте, давайте. Крыса срочно хочет что-то нам рассказать. Вот такой крыс на самом деле. Здесь помощный ребенок просто в наших руках. Так. Ну что ж, идем на следующего соперника. Благополучно уничтожаем крысу. Безусловно, крыса будет пытаться выжить из последних сил. Наш лабораторный, так скажем, экспонат. Ну, долго он не проживет. Так, неужели мы будем заставлять терять последние силы этого врага? Так, ребятишки, давайте опять разнесем стену и быстренько захватим. Послание от крысы. Не надо паниковать крысу. Что у нас здесь гамма? Что у нас можно здесь предпринять? А можно нанять еще десяток, а то даже и полсотни хороших юнитов. Послание от крысы. И все же хорошо, да? Да, я думаю, все так и должно быть. Так же. Не хватает рекрутов, сэр. Так, вот, очередной капут нашему врагу. Наша подмога быстро подходит. Мы добиваем оставшихся наших противников. Так, целые две тысячи еще есть. Фактически безлимитный бюджет. Так, у этого врага семь тысяч есть. Семь тысяч это много для него. Так, что ж, давайте, давайте выносить уже врага. Так, сначала решаем его барака. Корынка обязательно нужно лишить. Ну вот зачем ему рынок нужен? Раг у нас какой-то не очень смышленый, поэтому мы поможем им уйти в мир лучший. Перед нам остается последний желтый крыс. Ну вот, практически строительство экономики здесь не понадобилось. Крыса не является противником в принципе. Так жалкий ребенок, которому дали во власть свое феодальное княжество. Так, и мы получаем дополнительные деньги с этого крыса. Что ж, закончим нашу миссию. Нашу великую миссию. И уничтожим последнего крысеныша. Ну что ж, крыса, отворяй. Давайте, ребята, быстрее уже. Ух ты, 17 тысяч золотых. Да уж, надо было этого первым выносить. С такими-то деньгами. Ну вот, практически у нас нет реального противника. Так только бледная тень. Давайте, братишки, нападаем. Нападаем на последнего крыса. И крыс передает нам 4 тысячи золотых. Великолепно. Быстрая победа. Хороший результат. Победа!